Дорогие друзья! Но мы верим в силу вашего воображения. Пусть ваш слух поможет вашему зрению. Впрочем, не буду больше задерживать ваше внимание и передаю слово моему другу, который сам расскажет вам о себе и о своих друзьях. — Зовут меня Женя. Фамилия Саласкин. Студент 4-го курса физического факультета МГУ. — Нет, впрочем, не совсем так. Меня зовут Борис Левинсон. А Женя Саласкин – это персонаж пьесы «Маленькая студентка». Это роль, в которую я играю. Николай Фёдорович Погодин назвал свою пьесу «Маленькая студентка» комической поэмой. Почему? Потому что, право же, и ревность Зины, и вздорность Вавки, и даже неудачное увлечение Сани – это более смешно, чем серьёзно. Всё это от молодости, от горячности, от азарта и нетерпения. Всё это зелёный шум. Но юность – это ведь не только радостная, но и трудная пора жизни, пора первых раздумий, первых решений, поэтическая пора духовного рождения человека. У меня лично очень трудное положение. В спектакле театра имени Маяковского, сцены из которого вы сейчас услышите, я почти всё время сижу в кресле и молчу. Да-да, вот наблюдаю и молчу. А молчать мне очень трудно, потому что передо мной проходят события, о которых я не хочу. Да, наконец, просто я не могу молчать. Началась эта история ещё осенью, когда мы вернулись с Целины, где помогали собирать урожай. На перроне Казанского вокзала нас ожидала торжественная встреча. Казанского вокзала нас ожидала торжественная встреча. Казанского вокзала нас ожидала торжественная встреча. Парень, его играет артист Круглов. Он восторженная Саня Веткина, артистка Анисимова. Он беспечная озорница Вавка Маландина, артистка Овчинникова. Рассудительная Рузия, заслуженная артистка Терёхина. Он строгая Генриэта Вальдемар, артистка Барусевич. Шумливая Маргарита Воронько, артистка Виноградова. Вот изысканный Лев Порошин, это артист Ромашин. Денис Мастеров, артист Холодков. Пылкий Томас Чабукьяний, артист Мукосян. Наш староста Егор Укропов, артист Печников. И неразлучный со своим банджо Саша Худышкин, артист Бурцев. Среди них особенно дорога мне Зина Пращина. Её играет заслуженная артистка Республики Вера Орлова. Разве всех перечислить? На Целину ездил почти весь наш курс. Вот и сейчас все они загорелые, проплённые, с букетами осенних цветов высыпают из вагонов, обнимают встречающих и спешат на Ленинские горы, в родной дом, в свой университет. Это моё тополя и берёзы, это моё по дороге жневьё, знойное солнце, седые морозы, это моё, это моё море, горы и небо, дом, где родился и звёзды Кремля, пышные горы целинного хлеба, это моя земля. Родина наша, снова здоровой, мы отправляемся в дух, в горе несчастья нашей судьбой, Родина наша, любимая будь, это моё, это моя земля. Вечером того же дня в одной из гостиных нашего общежития Зина готовилась отпраздновать свой день рождения. Зина хлопотала у стола, а я, я как всегда, сидел в своём кресле. Женька, сидишь... И что из этого? Четвёртый год. Ты сидишь четыре года, а я привыкнуть не могу. Тебя нельзя выдумать, потому что ты ни на кого не похож. Когда я пришла в университет, ты точно так же сидел на третьем этаже физического и с мировым глубокомыслием рассматривал свои чёрные пальцы. Точные науки начались с того момента, когда человек посчитал пальцы на своих руках. Это случилось пять тысяч лет тому назад. А у бедного человека всё те же пять пальцев. Но ты не наблюдательна, родная. Видишь? Вижу. Что это? Газеты. Я перечёл всю прессу за неделю. Знаю, кто чем дышит в мире, как будет реорганизована высшая школа и ещё тысячу разных вещей. Ну, положим, кто чем дышит в мире, я тоже знаю. А вот если б я раньше думала, что на физическом такая нагрузка, ни за что бы не пошла на этот страшный факультет. А? Вру. Пошла бы. Это всё-таки великий факультет. Как ты всё успеваешь, не могу понять. У меня хорошая наследственность. Мой дед был пчеловодом и прожил на пасеке сто восемь лет. В каждую данную минуту он в точности знал, что делается по округе в радиусе ста верст. Для своего времени он был передовым лицом. А посему, внук передового деда, помоги мне запустить этот проклятый патефон, у него барахлит пружина. А его не надо запускать. Статуя, стронься с места. Ну, прошу, пошевелись. Но пойми, у меня сегодня день рождения, предстоит громадное веселье. Патефон запускать не надо. Женя, ты вещаешь, интересно. Самое интересное впереди. На твой день рождения никто не придет. Как это никто, когда ты уже пришел? Я? Нет, нет. Я вообще. Ты не сердись, что я сообщаю тебе неприятную новость, но надо. Видишь ли, я не разделяю того мнения, что ты низко поступила с Вавочкой Маландиной. Но это тоже, так сказать, вообще. Ах, вот что. Вавочка. А почему низко? Не знаю, Мила. Спроси у них. И если можешь, то представь себе, что я не существую. Низко? Что Вавка никудышная студентка? Да, я это сказала. Сие известно всему миру и прежде всего Вавке. Но не прийти ко мне на день рождения организованно. Женя, Женя, ты вечно спишь. Тебе приснился дурной сон. Жизнь временами бывает хуже самого плохого сна. Жизнь – это праздник, на который мы приглашены. Так говорили древние индусы, с которыми я вполне согласна. Прошу тебя, проще, но не сотрясай моих ушей дежурными восторгами. Дежурными? Прости. Либо ты меня не знаешь, либо я тебя, потому что думала, что ты умный малый. Нашу жизнь я считаю праздником. Это мной не придумано, а пережито, дежурный. Ты это не смей, а то я тебя вместе с твоим креслом вышибу отсюда. Юпитер? Ничего не Юпитер. Довольно. У каждого человека есть свои чувства, за которые он довольна. А что же в самом деле они не идут? Пора бы. Странно, не души. Что ж, пусть уползай и ты, Саласкин. Юпитер, не сердись, это комично. Зина! Эх ты, пророк, чушь твоё пророчество. Вот он, мой первый гость, мой прекрасный обиженный ребёнок. Зина, тебе послание. Послание мне? От кого? От друзей, из группы. А что случилось, Саня? Вот, почитай. Дорогая пращина, о, всё-таки дорогая. Дорогая пращина, мы не только не способны на такие поступки, на которые способна ты, как борец, за передовое морально-политическое поведение. Ах, дорогая, это иронически, да? Но мы так же не представляем... Что? Мы так же не представляем себе, как можно оклеветать подругу, которая протянула тебе руку помощи в тяжёлую минуту. Может быть, твой поступок и выражает твои высокие моральные принципы, но мы, простые смертные, не способны понять тебя, поэтому не удивляйся, если никто не придёт на твой званный вечер. По поручению товарищей из группы Генрета Вальдемар. Здорово. Правильно. А ты, Саня? А я вот зря купила майонез. Из-за него пришлось в город тащиться. И охота тебе было распространяться насчёт вавки на комсомольском собрании. Её, оказывается, чуть не вышибли из университета. Папаша? Выручил. Тоска. Поесть нечего? Ну, я, честно говоря, не думала, что вышибут, хотя это было бы правильно. Ну, непонятный ты человек, Зинка. За каким лешим тебе надо исправлять вавку Маландину? Пусть она тысячу раз бестарь. За каким? Тем более, что она действительно помогала тебе материально. Не понимаю. Ой, вся эта тоска. Ну, поесть-то нечего. А, я сама себя презираю за это. За что? За то, что непонятный человек. Я ведь шла на это собрание и повторяла. Не говори про вавку, не говори про вавку, не говори про вавку. Вышла на трибуну, понесло. Моя мать всегда говорила, удавить тебя мало. Я виновата. Ну, клянусь тебе, меня три года буквально гложет мысль, что вавка занимает в университете место не по праву. Вместо неё мог учиться человек дельный. Социализм – это, прежде всего, разумная организация общества. Ну, какая тут разумность, если мы видим в университете лентяя в тупице. Опять понесло. Понесло. Мало тебе вавки, ты ещё социализм будешь критиковать. Ну, поесть-то я спрашиваю, нечего. Ладно, молчу, не буду. Но социализм – это моя личная судьба, которая мне никак не безразлична. Ой, ладно, молчу, но не буду. Что я могу тебе предложить, кроме бутылки дышей? Ой, замечательный день рождения. А вы же сами запретили мне начисто тратиться. Да, Зина, как бывает дико. Три дня назад все боялись, чтоб Зина Прасчина копейку лишнюю потратила из своей стипендии. А сегодня – чужие. У меня лично такое плохое настроение, что лень ссориться с тобой. Живи, как знаешь, меня не трогай. Поесть нечего, на душе тоска. Давай танцевать, что ли, а? Я понимаю. Моя беда в том, что я старше вас. Ты пришла в университет прямо из школы, а я… Я кое-чего испробовала из великой чаши жизни. Давай танцевать. Но мы сначала выпьем по рюмке твиши, и ты меня поздравишь с днем, с которым… Историю умалчивает. Поздравляю тебя, Зина. А вон Женька, пригласи. Что-то он с места не стройнется увидишь. Салазкин, выпей и поздравь меня. Нет, нет, я здесь вообще… Но выпить я могу, так что преподнесите. Как подарок приносить ты вообще, как выпить преподнесите. Поздравляю тебя, Зина. Если говорить серьезно, ты девка исключительная. В хорошем смысле. Хоть ты и вредная. Ну что ж, я вредная. Будь у нас таких побольше. Интереснее бы нам среда. И четверг. У меня отношения. Желаю тебе заслуженных успехов, любви особенной, не пошлой. Вот ты удашься и по науке. Верю. Спасибо, Саня. А как ты там, Салазкин? Преподнеси вторично, я опередил. Пожалуйста. За физиков, которых уважаю. Это стало быть и за тебя, ибо на факультете это явление исключительно. Вообще, по моему частному мнению, женщинам физические науки не показаны, но ты меня опровергаешь. Вот посему я считаю тебя явлением исключительным. Но исключительные люди, так сказать, собирают в себе и типизируют среду, эпоху и народ, из которого они вышли. Ну, значит, получается, что-то еще и лицо типическое. Умно до невозможностей. Давай. Ведь и ты. Ладно. Тебя капли любят. Это всем утверждают. От меня скрывать не надо. Он не говорил, что любит. Да. Но целуетесь? Не целуемся. Время. Очень бы хотелось, но факт остается фактом. Женя! Жень, ты крути про Женю? Смотрите. Исчез Женька. Никто не видит, когда он появляется, когда исчезает. Вот тоска полюбить такого. Уклоняюсь судить о вещах загадочных. У тебя стипендия тю-тю? Тю-тю. На чем завалилась? Кванты. И кто это придумал квантовую механику называть квантами? Эх, кванты. Знало бы остальное человечество, что это такое. Оно зауважало бы нас, как большие. Ты в каком платье сдавала? Да в этом понесла. А лучше надеть хотел. Надо было в старом. Ну конечно. И хотела надеть старенькой с заплаточками. В нем я меньше хора никогда не получала. Как-то завалилась. Да завал, что затянула. Начала мудрить. Намудрила на двойку. Как же я не знаю. Проживешь. Я приехала в Москву с трешкой и прожила. Но ты Вавку встретила. Проживешь. Ты никогда не целовались? Никогда. Но если даже не целовались, он тебя очень любит. Вся группа это знает. Ой, группа, группа. И все-то она знает. Я не боюсь самых свирепых своих преподавателей, но группу не пришли на день рождения. Ты понимаешь, что это такое? Плютник. На коллектив? Нет, Саня. От группы можно натерпеться, а плевать все равно нельзя. Он тебя очень любит. Вот не веришь? А всем хочется, чтобы у вас получилось без пошлости. Именно скаплено. Он очень интересный. Будущему ученый, это определенно. Он еще знает больше нового преподавателя. Бывает же? Зина, тебе очень грустно. Не очень. И очень. Чувствами трудно управлять. Вообще-то сложно. Даже завидно. Зиночка, можно? Входите, ребята, входите. Каплин Иван, привет. А это кто с тобой? А где народ? Мы что, опоздали? Да вы пришли последний, ведь теперь можно начинать пир. Но ты познакомь нас? Почему твой приятель держит в руках комнатные растения? Саня, Саня, какая радость. Это ведь живой лимон с плодами. Пахнет небом, югом, облаками. Я запомню этот подарок на всю жизнь. Ваня, а это кто с тобой? Познакомьтесь, фамилия Ларисов, имя Эдуард, тоже физик, а может быть и химик, кажется, он сам точно не знает этого. Как же вы добыли это растение? Ну, он его купил. Ой, Иван, ты врешь. Ларисов, отвечай, эта женщина не любит неясности, я тебе говорил. Говоря буднично, мы его сперли. Где? Где-то там, в пространстве этого строения. У кого не припомните? Я лично не интересовался. Тогда я вам скажу, вы его сперли у профессора Земницкого. Он один разводит лимон, и как же вы проникли к нему в квартиру? Ларисов, отвечай, я тебе говорил. Дверь была открыта, а лимон стоял в тазу у двери. Набирался влаги. Разве можно дверь с улицы держать открытой? Вы что-то путаете, здесь не улица, химик. Ваши коридоры не улица, это целые проспекты. Удивляюсь, как тут троллейбусы не ходят. А вы лучше не острите, а влоките это дерево на место. Ну, шутка здесь не удалась, выйдет у дачного профессора, несу. А то оставим, а? На целый месяц хватит чай пить, нет? Саня, проводи. Позаботься, чтобы лимон был на месте. С удовольствием, пойдемте. Пойдемте, с удовольствием. Зиночка, поздравляю и так далее. Что именно далее? Иван, не подходи. Иван, не протягивай руку. Ну, противно. Не то. Лицо нелепое. Да лицо твое, на первый взгляд, самое заурядное. Мне кажется, что я тебе противен. Да? А группа пришла к заключению, что у нас с тобой громадная любовь. Ну, дай руку, я ее поцелую в знак твоего дня рождения. В знак. Ну, откуда ты такой прошлый? Новое дело. Ну, почему? Да потому что ты напоминаешь мне какую-то классическую книгу прошлого столетия. Зиночка, я тебя люблю как самого дорогого человека, а ты не разрешаешь мне жестов. Ну, любовь без жестов. Это же не любовь. Иван, не подходи. Да не размахивай ты руками, а то тебя мельчит. Ах, терпеть не могу слога речи остряков и поэтов. Обиделся, милый. У нас есть натуральное вино. Поздравь меня. За твое здоровье. Ну, и за наше будущее. А что, если действительно за наше? Ты никогда не говорила, как ты относишься ко мне. Ну, скажи наконец. Ты однажды изумил меня. Изумил раз и навсегда. Нет, правда, милый друг. Когда ты появился на третьем курсе в нашей группе, и я узнала, что ты на год уходил из университета на завод. Ну, просто так уходил, чтобы повзрослеть. И потом, когда я узнала, что поступая в университет, ты знал половину программы факультета, меня изумила личность. Ну, всем и только эскизы будущего. А личность-то начинается с поступков. Поступков важных, определяющих глубокий ум, большой характер. Иван, не приближайся. Но руку, кажется, пожать можно? Руку, руку. Да ты понятия не имеешь, как я тебя поцеловать хочу. В главу, в главу, Иван, политично. Без шуток ты моя трагедия. А сама себе, Иванечка, я кажусь комедией. Или то и другое вместе взяты. Тогда трагикомедия. Это как же? Это когда человек смешон трагически. Смешон трагически. Это я. Смешно тебя страшиться, но я страшусь. Смешно даже подумать, что ты меня коварно бросишь. Но я думаю. Пойми, Иван, я та несчастная ворона, которая боится куста. Иван, ты меня бросишь. Зина, это бесконечно глупо. Но глупость спутник счастья. Кто это сказал? Хотя бы я. А что? А то, что ты чересчур мыслящая, и в этом твоя огромная беда. Дай же руку, пуганая. Что боишься? Ох, ты еще умрешь в моих объятиях. Лучше уж воскреснуть. Каплин, ты ее громадно любишь. Саня, по точному смыслу слова, пошлостью называется то, что пошло по рукам. Не комментируй. А вот другому не простила бы. А ты умный. Каплин, радиоз предложения покинуть это колоссальное здание, построенное с излишествами, и кинуться всей компанией в пошлый ресторан. Ввиду того, что здесь прием не состоялся. Но ты имей в виду, мы народ небогатый. Я приглашаю в скромном оформлении. А лимон отдали? О, не только отдал, но получил благодарность. Я доложил любителю Цитрусовых, что отнял его сокровища у жуликов. Он был тронут. Я так смеялась. Ты смешливая. Но вот что в самом деле смешно. Я четвертый год в Москве не видала ни одного ресторана изнутри. Пойдем, Иван? Ну что ж. Ты понял, что случилось? Группа меня бойкотирует. Не обижайся никогда на дождь, который льет тебе за шею. И на атомную бомбу. Это вы о чем? Так. Что значит так? Даже существа одноклеточные ничего не делают так. И у них есть импульс. Что ты скажешь, Иван? Я скажу, что глупо тратить попусту свой свободный вечер. Зина, он этот Ларисов Эдуард. Интересный человек, правда? Да. С ним хорошо тонуть. Сам пойдет ко дну и тебя потянет. Не заметишь. Молодой человек, вы произвели на меня чарующее впечатление. Увы. Увы, на одну минуту. Как жаль. Ну, мои впечатления так быстро не ломаются. Вот, например, Саня. И завтра, и через год для меня останется все той же очаровательной Саней, какую я увидал в первое мгновение. Ого. А что? Нет, я сказала, ого, и больше ничего. Ребята, тащите в мою комнату! И этот патефон, и бублики, и, в общем, все остальное. Пойдемте. Ну, пойдемте. Четвертый день рождения в университете. Прощай, прощай, моя вторая юность, которую мне дали в этом доме. Трудный, трудный и родной мне этот дом. И вы, ребята, тоже трудные и бесконечно милые душе. Прощай, прощай, моя вторая юность, которую мне дали здесь. Прошу. Прошу. И ты скажи, прошу. Иван, пойдем. 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 Ну, и пошли молодые люди в ресторан. Что у них там произошло, не знаю, я там не был. Но после этого все стали замечать, что с Саней Веткиной что-то происходит. Хотя вслух об этом долгое время никто ничего не говорил. Мы часто занимаемся в лабораториях, где решаем задачи по электронике, изучаем аппаратуру. И вот в один из таких дней, когда мы готовились к экзаменам... Довольно. Друзья, объясни внутреннюю конверсию гамма-лучей. Что уставилось? Не знаешь, так провалишься? Знаю ты, Ашараш. Объясняй. Конверсии гамма-лучей относятся к физике ядерного излучения, это каждому понятно. Летят гамма-лучи из К-оболочки. Да не из оболочки, а из ядра, так двойку заработаешь. Летят из ядра и пробивает К-оболочка, оттуда уже выбивается электрон и получается рентгеновское излучение. Это же неверно. Нет, верно. Очень даже верно. Вы будете со мной спорить. Да будет вам известно, что это и есть фотоэффект, единственное явление во всей ядерной физике, которое нельзя назвать рентгеновским излучением. Не индейсинг, а фотоэффект. Фотоэффект бывает, когда чужие гамма-лучи вылетают из других ядер, а тут собственно из своего ядра только у них чакл энергии. Они не пробивают электронную оболочку, а выбивают электрон. Спроси кого хочешь и все тебе скажут, что это есть внутренняя конверсия. Неверно. Ну хорошо, что такое есть внутренняя конверсия гамма-лучей? Друзья, объясни ему спокойно. Я не могу спокойно. Приходится возвращаться к первому курсу. Радиоактивные лучи состоят из лучей трех различных типов – альфа, бета и гамма-лучи. Альфа-лучи – это те лучи, которые магнитным полем отклоняются слабо и представляют собой поток положительно заряженных частиц. Бета-лучи – это те лучи, которые сравнительно сильнее отклоняются и представляют собой электроны. Гамма-лучами стали называться те лучи, которые совсем не отклоняются магнитным полем. А альфа-лучи ведут себя совершенно иначе. При прохождении через малые славищества число альфа-частиц не изменяется. Ладно, давайте индивидуально. Тсс! Ой, ребята, я больше не могу. Давайте лучше перерыв. Давайте перерыв. Денис не усвоил радующее. Перерыв, перерыв, перерыв. Правильно, ребята, песню, а? С ума сошли, кругом занятия. Один куплет. Шепотом. Худышкин, давай. 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 В свете электрон. Он в атом бора был включен, Орбита его в круг ядра пролегла. Такие-то, братцы, там были дела, Решил однажды электрон. Ох, надоел мне тот протон, Отправлюсь по свету-ка я погулять, Людей поглядеть и себя показать. В науке буржуазный лес Тот электрон однажды влез. Навстречу ему шел махист, Шриддингер в руках интеграл под эпидер. Ах, электрон, тебя я ждал, Я здесь совсем изголодал, Тебя я сожру без остатков всего. Их вать по башке интегралом его. Погиб несчастный электрон В отцвете лет был съеден он. Осталась дефункция лишь от него, Разильный он был вот и только всего. Староста. Ох, ребята, ребята. Денис, объясни мне, Почему шпаргалка считается злом? Уйди, Вавка. Но ведь ты же сам готовишься со шпаргалками. Уйди. Подожди, я скажу тебе умную вещь. Ну вот смотри, сколько лет я учусь. На втором курсе два года. Ну, в общем, я не помню, сколько я учусь. Но я всегда, только тогда понимала предмет, Когда готовилась со шпаргалками. Вот объясни мне, почему. Слушай, уйди ты от меня. Денис Мастеров общается с окружающим миром Только в момент крайнего раздражения. Когда он спокойнен, То из него получить слово так же невозможно, Как утолить жажду в черном море. Я хорошо сказал? Плохо. Почему, дорогая? Получить из него кто так говорит? Я так говорю, и мой дядя сам Соня Чебукеане. Я хорошо ответил? Тумас, все Чебукеане танцуют. Зачем ты пошел на физический? Дорогая Генриетта, Все Чебукеане работают в колхозе, А я пошел на физический, Потому что меня туда приняли. Мог бы пойти и в другое место. Я человек сговорчивый. Привет всем обществу. И подчеркнутый привет его изящной части. О, лев явился. А, шуршат, шуршат шпаргалочки, Поэзия шпаргалок. Жаль, что не пишу стихов. Томас, и ты изнуряешь себя унизительным трудом. Скажи, скажи, к отцу, Все знают и ждут, Когда ты начнешь оскорбляться. Оскорбление есть умышленное Преувлечение недостатков человека С целью его унижения. Я же изрекаю истины. Вот ты у нас великий штангист. На всех олимпиадах Защищаешь спортивную честь советского студенчества. А греки, когда они открывали атом, Не имели в виду штангистов. Ты согласен? Прекрати. Я люблю людей, Томас. Мне жаль тебя. И ты сам знаешь, Что тебе придется очень плохо в будущем. Не люби людей и прекрати. Я штангист. Хорошо. А ты? Ты стиляда. Ты, Каплин. Женька Саласкин этот сидень. Выделились. Вы типичный индивидуалист. Прощай, но Зиночку прибавь одна компания. Да я про нее даже забыла. Строят из себя каких-то необыкновенных гений, Передовых талантов. А Зинка это крестьянка С глухой сибирской тайги. Это ваша Зинка. Ну и что она, эта Зинка? Не скажу, потому что я удивляюсь, зачем ты пришла. После твоего дня рождения пора понять. Я пришла за тем, чтобы спросить, где Саня. А в самом деле, где она? Ты, Рузия, считаешься у нас комсоргом и не знаешь. Вы же ее подруги. Но никто не поинтересовался, где она. Почему не готовится к экзаменам? Что с ней происходит? Отвердим. Чуткость, дружба, коллектив. Значит, не знаете. Вот, товарищ. Наконец, Веткина явилась. Ну что ж, Веткина, объясни группе, почему отсутствуешь, не готовишься и вообще, что с тобой происходит-то, а? А я не понимаю, что случилось-то? Отстала? Но гоню. Зачетная сессия еще не кончилась. И потом, я кажется, небезнадежная по успеваемости. А ты, Укропов, ты что, не валился? Было. Вспомни, мы с Зиной ходили в деканат просить за тебя. Дальше что? Дальше рестораны. Почему во множественном числе? А, впрочем, ладно, рестораны. Да в чем дело? Да нигде не сказано. А что не сказано, скажи сама. Это ханжество. И мы совершеннолетние. И никакого я там разложения не замечаю. Ну, была. Зафиксируем. Дальше что? Гнилые настроения. Не понимаю. Высказывала? Кому? Мне. Тебе? Тебе можно. Это еще почему? Это не нуждается в объяснениях. Укропов, я протестую. Здесь собрание группы, они частные разговорчики. Воронько, давай без этих, знаешь, ну, безо всяких. А ты, Веткина, все-таки должна обнажить, понимаешь? Жора, мужчинам выйти. Не валяй. Я не знаю, что она будет обнажать. Пусть скажет, я зажму. Я предлагаю Льву Порошину сделать замечание. Пусть знаешь, что здесь действительно собрание группы, а не какой-то пиквикский клуб. Ну, принято. Считай, что ты сделала замечание. Продолжай, Егор. Душу, душу она должна обнажить. А, душу, это скучно. Не буду. Можете, как хотите. Ничего я не буду. Можно, Укропов? Группа ждет от Веткиной чистосердечного признания. Чего? По-моему, всем ясно. А потом ты, Зина. Тебе всегда все ясно. От такой ясности в голове пусто делается. Потом не отвечай за всех. Группа ждет, всем ясно. А, по-моему, никто не понимает, в чем вы, Веткина, собрались обвинять. Да ты и сам не понимаешь. Я, Каплин, Веткина, однажды были в ресторане. Ну и что? Зина, предложи забрать грош и отправиться в ближайший ресторан. Оскарам к Киевскому вокзалу. Браг ли лучше, а? А ты и там бывал? Мечтаю. Мальчики, перестаньте. Это большинство знает рестораны теоретически, а хочется узнать практически. Ну как же можно рассуждать о предмете, не имея о нем истинного понятия? Правильно же. Вот тогда мы Веткиной зададим. Мальчики, перестаньте. Женя хочет весь вопрос свести к пустому делу. А дело серьезное? А дело серьезное. А-а-а. Тогда мы сможем. И вот поскольку дело серьезное, я прошу группу снять с повестки вопрос о поведении Веткина. Вопрос не подготовлен, снять его. Ну что ж сидишь, Малантинов, вставай. Я одного не понимаю. Прощина Зина не очень-то стеснялась резко говорить про меня. И меры против меня ее не беспокоили. А тут она стесняется. Странно. А дело вопиющее. Вава, это ты? Смотрите, это Вава. Не реагирую. Известно, что эта студентка ведет неправильный образ жизни. О ресторанах говорилось. Мне заявляла, что ей жить неохота. Но тут пращину меры беспокоят. Может быть, она ответит нам, почему она защищает Саню? Отвечаю. Между тобой, Вавка, и с Саней огромная разница. В чем это? В том, что Саня сейчас больна. Больна серьезно, но не безнадежно, и это пройдет. А ты здорова, и это не пройдет, потому что ты здорова безнадежна. Ну почему я здорово безнадежно? Ну о чем она говорит? Это тонко сказано. Такие вещи надо понимать. Дина, ты растешь. Это слишком тонко. Я не хочу еще раз ранить Ваву, но должна я все-таки объяснить, что Саня Веткина еще можно помочь, а тебе уже ничто не поможет. Впрочем, в отношении тебя я тоже мер никаких не предлагала. Твое исключение. Предлагал и проводил укропа. Как укроп? Жора. Ты, Егор, и это правда? Говори. А что мне было делать? Ты, это, ну, как его, ну, выявилась как типичный случайный элемент. Негодяй ты и больше ничего. И вообще я не понимаю, начали обсуждать Веткину, окончили опять мной. Ну что вы, мальчик для битья, что ли? Мамочка, не плачь, ты не мальчик, ты девочка. Это глазки, ручки, а ножки Пушкина мало. Тихо, тихо. Прошу без этого. Кто за то, чтобы Веткину снять с обсуждений? Раз, два, три, четыре. Словом, большинство сняли. Так, дальше, Веткина, не покидай собрание. Так, дальше. А что дальше? А дальше я поставил вопрос о некоторых, имеющихся в нашей группе стиляга. Друзья однополчане, стиляга некоторые, это я. Укропов мечтает кого-то выявить. Я, видите ли, не выявила, а он нашелся. Он мечтает не выявить, а самому выявиться. Товарищи, за сорок лет нашего существования. Да, Егор? Хлипкой вы народ. Выберут, а потом унижают. Если чебуяне на курсе кричит, что у нас в группе стиляга, что я должен делать, по-вашему? Воля группы, конечно. Этот вопрос снять. Не снимать. И ты, Брут. А вы не острите, не острите. Над тобой, Лёва, нависло серьезное обвинение, а ты его снидуешь. О, Лёвке усы? Покажи, Лёв. А что сие значит стиляга, ты понимаешь? Нет, понимает Томас. Пусть он и объяснит, раз поставил вопрос. Давай, Чебуяне, только, знаешь, без этих. Преамбул. Что сказал твой дядя Самсония и так далее. Мой дядя Самсония никогда не видал таких узких штанов, какие носит наш уважаемый Лёва, поэтому он не мог ничего сказать. Но я не маленький и понимаю, что туалет человека решающей роли не играет. Хотя, я говорю хотя, потому что туалет человека все же отражает его внутренний мир. Разве преданность народу определяет размер наших брюк, а? Если ты рассчитывал сорвать мне выступление в защиту своего друга, то считай, что ты его не сорвал. Эти брючки, эти носочки, эти галстучки, эти разрезики, эти запаночки, подобранные к цвету рубашки, они же говорят... О чем? Ну, сейчас найду слово и скажу. Скорее находи. Они говорят об аристократическом. Что? Об аристократическом отношении к нашей действительности. Он аристократ. А мы плебеи, да? Хуже того, раби. Уже аристократ. Допер таки. Что значит допер? Правильно, я согласен, только рабов не надо, это вытянули. Ничего не вычеркну. Стреляли это те, которые по форме и по существу презирают советских людей. Им по вкусу другая жизнь, а какая мы все понимаем. Ты не очень ли, а? Товарищи, он не очень ли загнул? Зина, как считаешь? Друзья, а как? Считаю, что не очень. Нет, возможно. Тихо, ребята. Ну, тихо вам, говорю. Тихо, тихо вам, говорю. Вы можете порвать глотки и передраться. Ну, скажите, какое это отношение имеет ко мне? Голову потеряешь с этими делами. Прасчина, говори ты. Ну, почему я? Ну, а кто я? Слово имеет прасчина, говори. Ребята, давайте с юморком. Давай. Стиляги это что такое? Куда не кинь плесни. И мерзавцы, между прочим. Вы с юморком? Ее понесло. Понесло, так понесло. Я говорю, мерзавцы. Они ведь стилем поражают бедное воображение каждого из нас. А в существе своем это паразитические типы. И не рвись, остриц. Левушка, не все так просто. Над тобой нависло обвинение в том, что ты плеснь. Плеснь в биологии очень сложный организм. И в общественной жизни плеснь тоже сложный организм. Серьезно разбираешься. Я говорю, мерзавцы. Я недавно встретила одного подобного типа. Так этот человек не постеснялся прямо мне в глаза сказать, что он не дурак, чтобы трудиться. У него, видите ли, теория паразитировать. И Томас прав. Они нас презирают. Позвольте, позвольте. Ну, а при чем здесь Лев Порошенко? Это как-то не того. Томас, как ты считаешь? Ну, я же не говорил, мерзавец, негодяй, паразит. Я этого не сказал. Ах, не сказал. Тогда вы мальчики. Тогда вы все милые, хорошие советские мальчики. И не беритесь вы судить о том, чего у нас нет. Да никаких стеляк у нас в помине нет. Вы понятия о них не имеете. Она все-таки удивительная. Зина, ты меня потрясла. Но что мне делать, если я не хочу носить сарафан? Как? Почему ты не хочешь носить сарафан? Ну, вполне естественно, Егор. Он достоин лучшего. Знаем мы ваши эти шуточки. Да он охаивает национальный костюм русского народа. Егор, Егор, продолжай собрание. Пусть он ответит, почему он против сарафана. Отвечай, Лёва. Я не могу носить сарафан. Меня не пустят никуда в сарафан. Ты брось, ты брось. Ты принципиально против. Мы тебя знаем. Ты фокстротчик. Да, я за фокстрот. Потому что фокстрот – это танец бедных. Отец, не надо классовой базы. Почему? Откуда пошли вальсы, вы знаете? А фокс пошел после Первой мировой войны. С эстрады, в уличных кабачках. Вальс – это танец бальных зал. А фокс – это танец коморок. Кто? Кто из нас у себя дома может танцевать вальс? Никто. А фокс – все. Кудышкин, давай. Вся твоя могучая лекция стоит три копейки. Фокстрот – это отражение чуждой нам жизни, нравов, идеологии. И не о чем тут спорить. Но мы нация мощная, нам фокстрот не страшен. Когда вы окончите этот великий диспут, позовите меня ужинать. А мне жаль, что у нас мало таких диспутов. Мы очень редко говорим на общие темы. Ну, а есть у физиков время для общих тем. Хорошо вот этим филологам. Не наука, а сплошной празе. Так что ж получается, ребята, а? Я спрашиваю группу. Стиляга Лев Порошин или не стиляга? Стой, минуточку. Ну, сейчас выясним. Дай линейку, пожалуйста. Поставь сюда ногу на стул. Вот так. Тяни, тяни, тяни его. Ширенбрюк. Минуточку, минуточку. Ну-ка, укропов. Так. Лева, теперь твою линейку. Так, прошу. Не натягивай, не натягивай. Внимание. Нет, не стиляга. А то, ладно. Все, повестка дня исчерпана. Собрание закрыто. Ох, ребята, а завтра нам предстоит тяжелый денек. Дыхнуть будет некогда. Давайте заниматься. Довольно. Довольно. Рузия, объясни внутреннюю конверсию гамма-лучей. Что уставилось, не знаешь, так провалишься. Знаю, тоже хорошо. Объясняй. Конверсия гамма-лучей относится к физике ядерного излучения. Это каждому понятно. Летят гамма-лучи из ка-оболочек. Вот какие у нас бывают собрания. Но, впрочем, это не собрание. Этот разговор произошел в перерыве между занятиями. Ну, надо же было помочь товарищу. Поддержать, так сказать, кого лаской, а кого и критикой. Вы думаете, этим дело и кончилось? Ох, мы даже представить себе не могли, на что оказалась способна эта вздорная Вавка. Чтобы как-то насолить Зине, она пошла в комнату Каплина и... Кто там? Вава, у меня бывает множество людей, но ты никогда. Ну, проходи, проходи, садись. Ты что, Иван, читаешь? Бернал. История науки и жизни общества. Ох, какая солидная книга. И когда ты успеваешь все это читать? Я просто не понимаю. А курс? За курс можно сдать всегда. Ваня, Ты гений, Ваня, Ваня. А почему ты шепчешь, Вавыч? Ой, как ты мне нравишься. Прости, ты в своем уме? Ну, конечно, не в своем. Но что я могу сделать? Нравишься. Преодолела внутренние сопротивления и сама пришла к тебе. Будешь презираться? Ну, смущает как-то. Уж не первый год мы знаем друг друга, и вдруг, бух, нравишься. Ты что, это серьезно? Клянусь слезами мамы. Ой, Вавочка, не надо сильных фраз. Вот я вошла к тебе и долго молча любовалась, как ты сидел и о чем-то думал. О чем ты думал? Все о том же. О реакторе. Я за то, чтобы воду кипятить мизонами. И я тоже. В итоге, даже не теоретически, а в эксперименте, можно вскипятить такой сосуд, как Черное море? Можно, милый, можно. Это гениально. Ваня, я на тебя молюсь. Вавочка, ну к чему все это? Ты очень милая девица, никто не спорит. Но, Зина... Любишь? Конечно, люблю. Ой! 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 Что? Что с тобой, Вава? Ты не можешь встать? Тебе капли дать? Какие? Ты меня видишь? Вижу, милый. Как хорошо. Боже мой! Ну что ты со мной делаешь? Ну неужели нельзя поцеловать человека? Ах, вот что. Странно. Ну я, что же, я с удовольствием. Ах, газинка! А каплин теперь мой, мой и мой. А в другой комнате, или, как мы говорим, в другом блоке, где живут Саня Веткина с Зиной, произошло не менее занимательное событие. Витик, закрой, пожалуйста, окно. Манера вечную комнату проветривать. Чёрт знает, какая высота. А боишься? Нет, не боюсь. Но страшно, по идее. Эта Зинка вечно держит окно раскрыто, даже когда ветер. А тут ветра дикие. Да, высота. Понятно. Позволь. Значит, ты с нею теперь здесь живешь? Угу. Ты знаешь, она меня безбожно пилит. Из-за тебя. Вообще у неё манера совать нос не в свои дела. Но она хорошая. Немыслимая дрянь. Она, видите ли, думает, что она меня раскусила. Я таких не перевариваю. Ты опять вина. Я не имею желания. У тебя что, минор? Минор. Все суют свой нос. Я в университете под вопросом. Слышишь? Весь внимание. Да вообще-то, все нехорошие. Ну, меня выгнали. Я же не растерялся. Я тебе достану справку, какую ты хочешь. Ну, выпей. Ну, выпей. Пристанет, не отвяжешься. Слушай, а кто у тебя отец, а? А я же тебе говорил. Профессор по металлу. Отец по металлу. А ты? Ничто. Ну, не возражаю, детка. Ничто. Лучше быть независимым ничем, чем зависимым чем-то. Да. Ты прав. Хоть ты говоришь ерунду. Я понимаю, что ты говоришь ерунду. А мне нравится. Удивительно. Удивительно, какие у тебя пустые глаза. Но ты умеешь. Ох, как ты умеешь выражать презрение своими пустыми глазами. Вот ты знаешь, я заметила. У всех твоих товарищей такие же насмешливые глаза. Не должна я с вами встречаться. Группа против. Подожди, подожди. Ты что, ты им разболтала? Они меня знают? Да никого они не знают. Они вообще против. Эдик, ну не мотайся ты. Ну, посиди со мной. Ну, шепни мне что-нибудь. Ну, будь как прежде. Ты мой ангел. Продолжай. Продолжай, только не надо про атомную бомбу. На психику действует. Но ведь ты же не одноклеточный. Таня, ты не одна. Одна? Одна? Куда мне деться? Куда мне деться? Вот что? Я за окно. Не упади. Вытуй ее. Вытуй. А я думала, у тебя он одноклеточный. Нет. А мне показалось, кто-то за окном. Да что ты, никого нет. Тогда закрой окно, они милосердно дуют. А ты же любишь. Да. А сегодня мне не нравится. Прикрой. Ох, Саня, хорошо отдохнуть после трудов праведных, правда? У твоего окна, тихо звенит гитара, что ты грустишь одна. Я ли тебе не пара? В бурю и ветер, дождик и снег, мерзну я здесь страдая. Ты не выходишь, милая, ко мне. Где ж ты, моя родная? Зиночка, ты буфет не сбегаешь, я еще не обедала. А с какой стати? Ты бездельничала, а я трудилась. Ступай сама. Стонет моя душа, сердце любовь терзает. Видишь, не твой дыша, друг твой в тумане тает. Саня, а что Ларисов, он обжора? Пусть он тебя не волнует. Ты знаешь, он похож на голодного индюка. Хочешь отравить отношения, ничего не выйдет. Нет, выйдет, отравлю. Я тебе раньше не говорила, было рано. Помнишь, он со мной танцевал в ресторане? Он мне тоже успел шепнуть, что хочет быть моим капризом. Знаю, он пошляк. Ну что делать, я полюбила пошляка. Да пошляк что? Ну, такого можно чему-нибудь выучить. Он негодяй. И тут уже ничему не поможешь, это характер. Замолчи. Он ничего плохого мне не сделает. Сделает. Ты не нужна ему. Ему нужна дочь генерала. Слушай же, ангел мой, Нет моего терпения. Я ухожу домой И закрываю пренья. Совершенно забыла. Тебя вызывали в деканат. Правильно, вызывали. Вчера была. Между прочим, постарайся взглянуть ему в глаза. Постарайся взглянуть ему в глаза, когда он будет сам собой. Какие же у него глаза? Как у совы. Ну, ты можешь пойти куда-нибудь. Нет, ты знаешь, у совы живее я наблюдала. Зина, ну выйти, наконец, куда-нибудь. Ты можешь. А зачем? Зачем, старушечка? А мне так приятно с тобой делиться мыслями. Ну, разве что придет твой Спиридон. О, извиняюсь, извиняюсь. Е-ду-арт. Тогда, конечно, уйду. Потому что оружие ищет рука. А сейчас, наоборот, хочу лежать и бодрствовать до вечера. Если тебе скучно, могу рассказать тебе сагу о форсайтах. Да я читала сагу о форсайтах. Ой, это кто? Вы, Эдуард Лариса. Вы как подколесен. Но тот ведь был на первом этаже, вы же на двадцать пятом. Ну, что вы, вы, черт знает, что такое. Вот это да! Зина, ты знала. Это низко. Ой, не могу, Саня. Но почему низко? Почему низко? Наоборот, высоко. Ты развешиваешь своих поклонников по карнизам. Развешиваешь, как тряпки. А мне и пошутить нельзя. Исчез, исчез и рта не раскрыл. Батюшке шлепенку оставил. Санечка, если бы он приходил к тебе без своих злых умыслов, ну зачем ему от меня прятаться? Он терпеть меня не может, потому что ко всем его приемам у меня ключ имеется. Ох, хочется тебе сказать по-нашему, по-простому, Саня. Навоз это. Я люблю его. Я знаю, что люблю. Да не любишь ты его, ну не любишь. Просто подвернулся он тебе под дурную полосу. Ты больна. А потом, потом пришла весна. Знаете ли вы майские ночи на ленинских горах? Воздух чист. Молодая листва словно лаком покрыта. Внизу за рекой праздничная Москва. И никому, никому не хочется идти спать. Ой, как думала так весело, просто как никогда. Что это такое? Замечательный вечер. Вечер удался? Да, удался. А я наручевала с ними она. Зина, Зина, спой еще песню, ту, которую второкурсники пели. Ой, правда. Ой, давай. Кудышки, давай. Значит так. На лекции я вошла. И сразу меня пленила. И я поднял тогда, что ты навсегда мне сердце мое разбила. А дальше? Ну. И сразу же в первый день. Правильно. Забыл я про все на свете. И только тебя безумно любя. Я видел на всей планете. Привет, 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 ребята. Все в косы твои до бантики, до прячь золотых волос. На блузки гидые кантики и милый курносый нос. Ну. А скоро пришла весна. Так. А личным ты мне попалась. На прячь золотых волос. На блузки гидые кантики и милый курносый нос. Гидые кантики и милый курносый нос. Ваня, 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 постой. Ты посмотри. Волшебный вид. Ты знаешь, я здесь впервые. Вау. Четыре года ездишь и впервые. Представь себе. А это что прямо перед нами? Стадион имени Ленина, дворец спорта. Да? А я думала Арбат. Арбат гораздо левее. Вон там смотри, министерство иностранных дел. Послушай, Каплин, а мы отсюда спутник не увидим? Спутник будет виден над Москвой завтра в лучах восходящего солнца в 3.42. Ах, да верно. Ведь теперь прямо на Луну. Вавочка, ну мы же с тобой передовые люди. Ну, в своей области, конечно. И ты же должна знать, что сейчас готовится серия разведочных полетов. Милый, давай договоримся. Ты будешь передовой, а я буду чуть-чуть подальше. Вавочка, имей в виду, что дурочка это не лучший тип женщины. Да? А вот Лев Толстой, например, где-то я вычитала, не любил умных женщин. Ну? Ваня, а ты откуда? Представь, не знаю. С Волги, из маленького городка. В провинции? Ну, теперь говорят, периферии думают, что это лучше. А там как живут? Бессодержательно. Жизнь всюду содержательна. Ну, а культура? Понятно, не Москва. А вот Зина, например, верно говорила, что у вас на периферии до революции не могло быть университетов? В общем, верно. А твой папа из рабочих? Это я из, а папа рабочий. И сколько у вас у папы? За мной еще трое. И все по вузам? Один я. Повезло. Папа увидел, что я способный и приложил все силы. Так, ты, наверное, мало знал радости. Валочка, ну по каким идиотским шаблонам ты мыслишь? Я вырос на прекрасной реке, и семья у нас прекрасная. Ну, а мне бы хотелось, чтобы ты совсем не знал никаких радостей. Ну, почему хотелось бы? Не скажу. А я уже с географией освоилась. Вон, посмотри, от стадиона прямо перед нами. Видишь? Там громадное скопление электричества. Это наше кино. А вот напротив кино – наш дом. Вот угадай, сколько у нас комнат? Пятьдесят. Да нет, ты не шути. Целых четыре. И все четыре наши. Ты понимаешь, наши. Вообще-то усвой. Ты у нас будешь жить волшебно. На шее у папы? А у него шея толстая, его держит. Вафка, ну. Да ну что, пошути, что ли, нельзя? Да нет, папа у меня очень хороший. Он очень веселый и добрый. А вот ты знаешь, что он говорит про это? Ну, про шею. Что? Что плохи те родители, которые не кормят своих детей до 50 лет. И вообще, я не понимаю, зачем тебе нужно ехать на практику в Сибирь? Ты поживи, лето у нас. А практику ты можешь пройти в Москве. Если, конечно, ты туда едешь, потому что там Зина. Там мы нужнее и дадут настоящее дело. А тут же нас хватает. Нет, ты здесь именно нужнее. Кому это? Мне. Ну, я не знаю, что тебе на это ответить. А я не понимаю, как ты ко мне относишься. Если серьёзно, я как-то не думал об этом. Это нехорошо. Но я непременно подумаю. Не нужно. Не думай. Ох, я боюсь. Как мы не похожи друг на друга. И только одно утешает, что крайности сходятся. А ты опять меня не слушаешь. И всегда ты о чём-то думаешь. Ну, о чём ты думаешь? Не могу я о чём-нибудь думать. Вау. А почему вы здесь? А вас все там ищут? Следила. Выследила. Что ж, смотри, встречаемся. Давно, Иван. Так я Зина. Пора выяснить. А что тут выяснять? Ты сделала колоссально много, чтобы тебя разлюбили. А что же я такого сделала, Иван? Зина. Ты же его совершенно игнорировала. Ничего не позволяла. А ты позволила? Ванечка, не уходи. Я боюсь. Ушёл. Начала объяснять. Объясняй. Зина, Зина, нам ревность не к лицу. Ничего, сойдёт. Ну, мальчишки, Зиночка, не постоянные. Ну, я же не могу. Капли мне, мальчишка, смотри мне в глаза. Ты обладаешь гипнозом. Ой, я боюсь. Ой, я сейчас закричу. Караун. Ты, Вавка, красивее меня. Вот в чём моё несчастье. Ступай. Сейчас, сейчас. Нам ревность не к лицу. Ну, Зина, у тебя в жизни предстоит волнующее событие. Волнующее. Какое? Мы выдвигаем твою кандидатуру на седьмой фестиваль молодёжи. Ты едешь в Вену, понимаешь? Кто это мы? Руси, я и вся группа. Да, мы будем отстаивать твою кандидатуру на общем собрании университета. Я завидую тебе, честное слово, укроп. Я пошла. Иди, иди, иди. А почему не Каплин? Он на курсе лучше. Мыслит, понимаешь? Ну, у него научное мышление. Ну, пусть он занимается наукой. А то возьмёт и с высокой трибуны сгородить что-нибудь гиперболическое. Мы-то его знаем, я отвёл. Тогда ты. Ты ведь знаешь, как надо с трибуны. Сказала тоже. Ну, почему же? Ну, в общем, не стоит спорить. Я же тупой. Вы так считаете. Я же не обижаюсь. Ой, Егор, ты просто чудо. Ну, правда. Ведь кто тебя не знает, может подумать, что ты чиновник какой-то маленький. Ты просто чудо, Егор. Да нет, говорю самокритически. А что, не правда? Вот Лёвка Порошин по остроте мышлений прямо-таки зверь. А я, я пока переварю, все уснут. Ну, работать, работать я умею. Часто из-за вас приходится. Вы не замечаете? Замечаю. Ну, в общем, так, Зина. Ты удостоилась высокой чести. Не торопись. Ещё прокатит. Кого? Тебя? Да что ты, Зина. Ты, ну, как её, отрадное явление. Ой, Егор. Ой, Егор, если б ты только знал, как мне сейчас надо разреветься, раскричаться. А я не имею права. Как ты сказал, я отрадное явление. Я серьёзно, честное слово. Ты у тебя, понимаешь, душа большая. Ну, душа, душа это так, предположим. А как я внешне? Ничего или совсем не важно, а? Что, вид внешний, да? Ну, что можно сказать? Рост ниже среднего. Ты даже маленькая, но очень симпатичная. Великолепно. Маленькая студентка с большой душой. Просто великолепно. Я серьёзно, честное слово, Зина. Ты, ты большой человек. Спасибо, Егор. Я хочу побыть одна. Хорошо. Ничего ты не понимаешь, Егор. Вот Вавка Маландина. Вот это человек. А я просто-напросто маленькая студентка. Да, нам ревность не к лицу. Но весна для студента – это не просто весна. Наступает время тревожное. Последняя за курс экзаменационная сессия. Ох, нет, наверное, на всей земле студента, который не чувствовал бы, как пробегают мурашки по спине перед дверью, за которой идёт экзамен. Женя! Женя! Ты со своего поста не заметил, декан не появлялся? Нет. Что, нет, не заметил? Заметил. Не появлялся. А зачем тебе декан? Я намеревалась ехать в Сибирь на практику. Теперь передумала. Напрасно. Всё-таки Сибирь твоя родина. Ну, вот потому и передумала. Неправда. Но ты в Сибирь поедешь. А ты ничего не знаешь. И потом не делай, не делай такой значительно загадочной рожи. Пускай рожа, но зато я знаю, почему она загадочная. А ты куда поедешь? Начальство определит. Оно мудрое. Как сдал? Утвердительно. Скажешь тоже утвердительно. А в Сибирь я всё-таки не поеду. Это потому, что туда Каплин едет. Вот именно потому, что туда Каплин едет. Никогда. Ай, любовь. Какая ты сомнительная штука. Ребята, давайте быстрее. Экзамен начинается. Женя, ты уже сдавал? Что за вопрос, Жора? Хорошо. Вот ещё раз селся на дороге. А ты куда летишь, Саня? Надо. А чего тебе, собственно, надо? Ты экзамен-то сдала? Да все летят, и я тоже. Обходной листок надо заполнить. Кого-то повидать. Повидай меня. Собственно говоря, можно не лететь. Один твой вид действует охлаждающий. Давай поговорим. Давай поговорим. Перед каникулами. Давай поговорим перед каникулами. Только ведь у нас никогда не было общих точек соприкосновения. Земля круглая. Был заскок. Заскок? Заскок. Да, что-то было. И крепко? Считаю, что не так же. Какой? Может быть, секрет? Неохота вспоминать. Неохота? Вот это хорошо, что неохота. Слушай, ты постригся бы. Обрати внимание на улице лета. Тоже идея. Дать копейку? Нет, в финансах нужды не испытываю. Ужасно куришь, и должно быть что-то страшное. В силу одиночества. А что ещё ты делаешь в силу одиночества? Стихи произношу. Как это произносишь? Устами. Знаешь, как Гомер. Ну, сочиняешь, пишешь, что ли? Сочиняю, но не пишу, а произношу. Как Гомер. Должно быть потрясающе. Произнеси, пожалуйста. Лишь для тебя. С неба свесила с верёвка. Кто повесил там её, а в окно ползает ловко волосатое зверьё. Ой, да это ж не стихи, а вред. Ты в одиночестве не хлещишь ли, а? По внешнему впечатлению должен, но в опыте не получается. И то хлеб. И вообще я не тот, за кого меня все принимают. Ну, а ты раскройся. Ну, начни с того, что постригись и вообще полежи под пылесосом. Тоже идея, знаешь. Ну, неужели у тебя кроме этих рубищ ничего не имеется? Не имеется. Где же оно? В чемодан. Ещё что не носишь? Доставать надо, утюжить. А, ты цельной натуры. Ну, я это непременно сделаю. Я начинаю чувствовать в этом необходимость. Приблизься. Наклонись. У Зинаиды драма. Ты тоже чувствуешь? Я тоже. А в чём дело, не знаешь? Знаю, наклонись. Каплин её бросает. На Вавке женится. Ты спятил? Что, дорогая, скажи, я тороплюсь. Ты чужие слова усваиваешь? Да, дорогая, говори. Замас Каплин женится на Вавке. На Вавочке, ты хочешь сказать? Ой, ну пускай Вавочка. А она? А она, понятно, выходит за него. Не верю, чепуха. Да, спроси у Жени. Женя, что он понимает в этих делах твой Женя? Никогда Вавочка не выйдет замуж за Каплин. Скорее, ты выйдешь замуж за этого Женю. Замуж? Кто замуж? Рузия, ну, сколько? Пять. Кто женится? Ты Томас, да? Они меня уверяют, что Вавочка выходит замуж за Каплин. Ну, кто этому может поверить? Я могу поверить. Можешь верить, а я занят более серьёзными делами. Томас, Томас, давай быстрее. Иду. Я вызываю. Мне Зину-то слёз жалко. Ведь умный парень. И такой подел. Надо дождаться Каплина и вытрясти из него душу. Я готова. Это не помогает. Тогда я Вавку начну страмить. А она в этом отношении просто неуязвимая. Ну, надо же поломать это предприятие. Ну, как? Маргарита. Сколько? А? Тихо. Тише. Тише, ты знаешь. Муна сбит. У кого? Каплин бросил зиму. Вот посяка. Как-то Вавке на рук дело. Сам бы он не нашёлся. Вавку надо бить. Рузия, как седра. Ну, что же делать? Надо же помочь. Ну, как? Генрета. Иди сюда скорее. Генрета. Надо помочь. Кому помочь? На синий, пращенный. Иван Каплин поступает с ней, как последний негодяй. Он женится на Вавке. Да будет вам известно, что я вашу пращину не переношу. Ну, это нам всем известно. Здесь вопрос принципов. Верно. Надо не бейтли нас собрать всю группу. Верная идея. Каплин обманул всю группу. Тоже логично. Кто соберёт? Я Укропов. А я беру на себя разговор с ребятами. Скажи, когда? Только не сегодня. Надо поговорить с ребятами. Поговорим. Женя, а ты захочешь выступить против своего друга? Санечка, я уже выступил. Мы собираем группу. Так если бы не я, так зло торжествовало бы. А ты считаешь это злом? Для Каплина зло. А Зина проживёт и без Каплина. Ну, если так, чего же мы стараемся? Всё, старательные укрепляют общество. Сядь. Тебе не трудно? Сяду. С тобой интересно. Стихи будешь произносить? Стихи, но самые избитые. Ну, всё равно произнеси. Отвернись. Пожалуйста. Конечно, подло с моей стороны, но я живу тобой. Женя, ой, 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 ты меня убил смешно и трогательно. Я знал, я знал, что смешно. Да ты же меня не видел все четыре года. Да никто не знает вообще кого. Смотрите, он исчез. Неизвестно, когда появляется, когда исчезает. Я живу тобой. Зина права, мы давно взрослые, а принимаем друг друга за детей. Денис, что? Денис, что делаешь? Поздравь меня. Впервые за четыре года за одну сессию я получил две пятёрки. А ты меня поздравь. Что, тоже пятёрки? Одна. Но какая? Сверхъестественная. Ну, ребята, поздравляю. Сессия благополучна. Худышкин, давай. Не страшна нам эта сессия. Сессия, сессия. Мы её встречаем песнею, песнею, песнею. Ни к чему волноваться, страдать. Надо по два беда брать. И сумеешь экзамен сдать. А нельзя ж перестать. Ах, какая это сессия. Сессия, сессия, сессия. Гора с плеч. Экзамены позади. Всё теперь легко и радостно. И впереди интересная практика. Но перед разъездом надо ещё потрудиться. Все на субботник. Весь ремонт общежития своими руками. Ах, какая это сессия, сессия, сессия. Мы её встречаем весело, весело, весело. Дашь анализ ими панику, панику, панику. Презирай страх и панику, панику, панику. Ни к чему волноваться, страдать. Надо по два обеда брать. И сумеешь экзамен сдать. Алисаж пересдать. Ах, какая это сессия, сессия, сессия. Мы её встречаем весело, весело, весело. Да здравствует студенческий колонный. Укропа, жора, милый, подожди. Ну вот, опять укроп, опять жора и опять милый. Жить без укропа не мог, так и текует. Чего тебе? В перерыве соберёшься от ребят. Это зачем? Девушки требуют. Ну, женщины, женщины. Укропа, ты помнишь? Удивительное открытие, Женя. Всем казалось, что ты немыслимый лентяй. А ты нормально, трудящийся. Слушай, Саня, не принимай за истину всё, что всем кажется. Вы же ничего не знаете. Откройся. Только одной тебе. Я три раза в неделю по ночам на товарной Киевской стяжаю славу и зарплату. Да? Только не надо говорить об этом. Да почему, чудак? Не люблю, Саня, когда сочувствуют и отмечают. Слушай, Лёвочка, и как ты умудряешься даже брючки не испачкать? А ко мне не пристаёт никакая грязь. Ой, ты можешь служить примером аккуратности. Я терпеть не могу быть примером, в особенности отрицательно. Слушай, Лёва, поедем на практику к нам, на село, на сало, на ковуны, на вишни. Ну, ты же вернёшься экспонатом, а? Я приглашён в гости к Томазу Чебукяне. Нас ждёт дядя Самсония с Кахетинским. Давай помогу. И это зачем ещё? Давай, давай. Слушай, Ваня, без предисловий. Ты на Вавочке женишься? А почему тебя именно этот вопрос занимает? Но ты бы мог заметить, что между мной и Вавочкой были особенные отношения. Неужели? Странно. Почему же ты меня не зарезал? Держусь, понимаешь? Ну, без шуток. Что происходит? Она говорит, что ничего не происходит. Верить или не верить? Ты пойми, по идее я же должен ревновать. Ну, к чему ревновать? Томаз, мы с ней бродили раз и два вместе. Она хорошая девчонка. Но ветерок у неё в голове легкомысленный. Ты легкомысленный для чего? Для того, чтобы разоблачать идеалистические заблуждения Эйнштейна. Да, легкомысленный таких миллион. Пушкин любил такую и погиб. Да. Но мы с тобой на дуэль не побежим, да? Нет. Руку, Ваня, пошли. Всё забыто. Я, Генриэта, родилась в деревне, где до сих пор верят в привидения. У меня тоже предчувствие. Какое же у тебя сейчас предчувствие? А как вообще? Видно по глазам. Мне сейчас так хорошо. Я не знаю, луна светит или солнце, день сейчас или ночь. Для меня всё светится, как новенький дом. А мне надоело таскать что-то. В прошлый раз на стройке было интереснее. Ничего подобного. Но сейчас интереснее сделаться бы вертолётом и как в песне поётся прямо Милому на грудь. А Милый в космосе? Мой Милый попал в плотные слои земной атмосферы и сгорел. Зина, 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 подожди. Чего тебе важно? Зина, Зина, мне давно нужно было открыть тебе всю душу. Открывай. Зина, родная, пойми, мы не любим друг друга. Кто мы, кто друг друга? Ну, я и он. Ну, твой Иван Каплин. Я дура на обиды. Ну, я не важна. Важна он. Ты, конечно, дура. Зачем ты пошла к нему, стала играть такую некрасивую роль? Чёрная месть. Ты знаешь, мне хотелось насолить тебя. Но я действительно добрая. Я больше всех тебя люблю. И ничегошеньки между нами не было, Зина. Ну, ладно, чёрная месть. Пойдём, мне нет, когда по дороге расскажешь. Девочки, тише. Идут мальчишки. Сядьте. С трудом нашёл вас. Знаете, а почему не в доме? Дома, ремонт, уборка, всё закрыто. Здесь приятнее, чем в стенах. И никто не мешает. Ну, а кого мы ждём? Тебя. А почему такой неприятный тон? Не всегда ж нам тебя боготворить. Не вижу Зиночки и Вавы. Без них обойдёмся. Странно, все на лицо, а их нет. Не понимаю. Сейчас поймёшь. Прекрати худышки. Кто будет везти? Конечно, Укропов. Срок моих полномочий кончился. И вообще мне надоело. Вечно критикуете. Я не такой. На пятом курсе выберите себе старосту лучше. Представь себе, желаем. На пятом тебя выберем консоргом. На пятом Зину. Тоже мысль. Ты своих полномочий ещё не сдавал. Веди. Укропова? Укропова. Ну, в каком разрезе будем? В моральном, бытовом, этическом? Генрид, это ты инициатор. Все вместе. И морально, и этическое. Ну, давайте проведём нашу последнюю встречу на самом высоком уровне. Давай, давай. Давайте проведём. От некоторых комсомольцев поступило предложение. Обсудить моральные поступки студента-комсомольца Каплина Ивана. Моё моральное? Моё? Твоё, Ваня. Ну, ты не забегай. Слово получишь в заключении. Желающих прошу. А я ничего не могу желать, потому что меня не вдохновили. Ты вдохнови меня гневной речёгой. Речёг не будет. Прошу реплику. Давай реплику. По-моему, происходит вопиющее недоразумение. Мы не будем тратить нервы Каплина. Всё. Всё. Я не понимаю, что здесь происходит. Ну, скажите, наконец. Очень странно. Девочки. За отсутствием повестки дня ассамблея распускается... Лёва, ты не старай. Он для друга старается. Тогда имей смелость назвать вопрос. И назову. Слово имеет ты. Говори, Рудия. Пожалуйста. Почему все закрыли рты? Потому что мы из Каплина сделали культ личности? Регламент. Регламент. Подождите, Радь. Я ещё двух слов не сказала. А ты не городи того, чего никто не думает. А если говорить о том, что все думают, то зачем говорить? Тоже мысль, знаете ли. Ты обещала что-то называть? Называй. Пусть Каплин не сверлит мне своими глазами. Каплин, не сверли. Я жду. Пусть говорит слова. Я ж не каменный. Если не получается, посиди. Они же не дают мне говорить. Они же. Они же. Они же. Они же. Ты вырази что-нибудь. Мысль облики. Гнев давай. Син бекекши. Беранжу. Переведи. Каплин бросил Зину. Гуляли два года. Говорил Мин Син Яратан. И все мы радовались. Особенности за неё радовались до ссоры с ней и зававки. Помните день рождения? И он её бросил. Грубо, не тактично. Даже я сказала бы. Переведи ты. Перевожу. Подло бросил. А то нет. Что сказал Гегель? Бебель. Бебель. Скажи ему. Да что Гегель говорит, мы знаем. Ты сама. Хорошо. Скажи, Иван. Тебе не стыдно бросить девушку? Что значит бросить? Какой-то бабе разговор. Лев, не мешай. Пусть. Нет, ты мне ответь. Скажи, тебе не стыдно. Пусть он мне ответит. Да он потом ответит. А ты не волнуйся. Говори спокойненько. А я не могу спокойненько. Если ему не стыдно, то всем мы находимся ещё на очень низком моральном уровне. Почему все? Я ни с кем не гулял, никого не бросал. Все. Не придаём значения, не осуждаем, не клеймим. И сколько несчастных девушек остаётся. А ты не обобщай. А я буду обобщать. Друзья, не обобщай. Пусть обобщай. Да-да, Гегель. Ах ты у нас, Гегель, да? Вот и выступай. Лев, блесни. Это бабья, доля, вы против них не возражаете. О чём говорят эти понятия? Прежде всего, что это старые понятия, а затем, что это бабьи понятия. То есть возникшие в те далёкие времена, когда из азиатского слова би-би, занесённого к нам татарами, образовалось слово баба, ставшее синонимом унижения русской женщины и в первую очередь крестьянки. Вот излагает. Унижение давно исчезло, а пережитки остаются. О чём говорила Рузия? О тяжкой доле бедной женщины, которую бросают? Вздор. Почему вы никогда не говорите о другом, об обратном положении? Я хочу присутствовать на таком собрании, на котором бы выклеймили девушку за то, что она меня бросила. Я одинаково люблю как Ивана, так и Зину. И для меня они равны. Равны материально, равны в правах и даже по успеваемости равны. Но я готов судить их только вместе. За что? За легкомыслие. То, что происходит крайне легкомысленно, неприятно и нехорошо. И мне обидно, что они расстаются. Но слова бросил, негодяй, обманщик, этого я не понимаю. А я понимаю. Вас не компрометирует, а нас компрометирует. И вы же сами... Спокойнее, Генри, это спокойнее. А ты, Лев, молчал бы. У себя на курсе ты чистенький. Бегаешь на геолго-разведочный. Личный выпад это признак неустойчивости позиций. Ты умеешь отшутиться, знаем. Я продолжаю. Товарищи, Генри, это Вальдевар продолжает. Давайте уважать выступаем. Мы все Ивана с Зиной считали лучшей парой на курсе. Никто никогда шутки не позволил по их адресу. Они, по-моему, были классическим примером чего-то хорошего, действительно светлого. Иван, а это убедительно. Да молчи ты. Тем более возмутительно. Лично я не знаю, что бы я сделала. Передать характеристику в комитет, написать в газету? Позор! Есть еще желающие? Что, не находятся? Тогда я. За сорок лет нашего существования... Жора, а тебе сколько? Ну, за сорок лет, которые мы прожили. Регламент, дорогой. Я повторяю. За сорок лет своего победоносного существования. Но я хочу здесь сказать, товарищи, что комсомолец и вам капли не случится. Регламент. Жора, сядь, родной. Веди собрание, но молчи. Жора, ты не умеешь жесть сердца глаголов. Но я хотел... Да сядь, Егор, ну. Драть с вами может. Ну что, подведем черту? Погоди ты с чертой. Пожалуйста, говори Веткин. Девочки, я обращаюсь к вам. Давайте будем искренними. Искренними, в морали, в поведении можно тон задавать. А мы какие-то... Вот я скажу про себя. Давно пора. Ты ждёшь исповеди. Я только вот что хочу сказать. Вот сама я совершенно пассивно относилась к поведению одного парня. А потом до меня дошло, что он негодяй. Но главное, из-за этой пассивности я не видела, как он и меня туда же тянет. Куда, Денис? Да мне говорить об этом... Я только вот что хочу сказать. Мне понравилось выступление Льва. Правильно. Здесь не только Каплин виноват, а, наверное, в чём-то виновата и Зина. Потому у них так несерьёзно получилось. Ведь мы-то все думали, что у них большая любовь, красиво, а в итоге вакуум. Скажи лучше, пустота это убедительнее. Мы учёные. Воронько, ты понимаешь, о чём Роня? Я понимаю нас в населении, мы бы это ему Ивановы. Вы знаете, что сделали? Да ладно, ладно, знаю, не культуру. А я не понимаю, кто является козлом отпущения, он или она? Товарищи Букиани, никаких козлов отпущений здесь нет. Да я хотел сказать, садись. Можно мне? Давай, Иван. Я вас понимаю. Вы хотите, так сказать, организовать отношения в таком вопросе, как любовь. А если бы любовь поддавалась организации, не было бы такой прекрасной поэмы, как Евгений Онегин, Ромео, и не было бы прекрасного Отелла. Согласны? Это дело, как говорится, тайное, великое, и тут нам с вами обсуждать нечего нельзя. А вот профанацию любви нам обсуждать можно. Профанация любви в наши годы страшная штука, грязнее некуда. Вот многие из нас здесь сидящие относятся к любви так, как будто этого добра в жизни хоть и отбавляй. А добра-то этого так мало, что не каждому оно и достается. А когда поймем, оценим, что значит в нашей жизни настоящая любовь. Анну же и поздно. Ваня, а ты к себе поближе. Да не мешай, Егор. Что я могу сказать о себе? Сплоховал я. Чуть не пошел на пошлость. Пошел на пошлость, хорошо сказано. Человек-то я неинтересный, нудный, все дроюсь в теориях. К чему это я? Вот именно к чему. Не заметил громадной разницы. Зина и Вала. Это же громадная разница. Одним словом, я виноват во всем. В чем во всем? Ну и ты, и другие, все вы говорили очень правильно, я не то. Она поймет. Позволь, кто она? Их же две. Она. А что поймет, что ты не то? Стойте, стойте, ребята, смотрите. Зина с Вавой идут обнявшись, как ни в чем не бывало. Вот теперь вы их поймите. И, ребята, в спокойствии, полное спокойствие. Вава только теперь догадалась, что серьезно мы с ней никогда не ссоримся. Они не ссоримся. Да мы из-за Вавки пожертвовали твоей дружбой. Мы пожертвовали днем рождения. Мы сейчас обсуждали Ивана Каплина. Они хоть бы что. Но это не имеет значения. Томас, ты, надеюсь, все понимаешь? Я все понимаю. Я же им говорил, они не хотели меня понять. Я тебе верю, Вавочка, дорогая. Ребятки, прошу вас. Вот сейчас под горячим впечатлением Зини только два слова. Пошли, ребята. Что ты намерен делать? Не приближайся, не протягивай рук. Зиночка. И не забывай, что ты изменщик, подлый низкоизменщик. Ну вот сейчас, когда нахлынуло, я и не знал, что именно так бывает. Вот теоретически я знал. Но сейчас, когда мы снова вместе, Зиночка. Зиночка, ты же звездочка моя. Ох, Иван, если бы ты только знал, как я хотела это от тебя услышать раньше. А ты знал, что в моей жизни уже был урок? Да. И все-таки звездочка. Зиночка. Не протягивай рук. Иван, подожди. Кто это? Не как Женька Саласкин? Кто это? Я не ошибся. Здесь, по-моему, все наши. Мне сказали, что после отбоя будет собрание, нет? Батюшки, весь в галстуке и глаженных брюках. Кто это? Это я в недалеком будущем. И причесан. Старик, ты просто фосфорисцируешь. Женщины одухотворяют, Иван. Ребята, скорее сюда. Здесь появилось нечто невообразимое. Ребята, разрешите представить бывший снежный человек. Девочки, а ведь кто-то из нас что-то потерял очень большое. Но кто-то нашел? Соня. Да, это нам кажется. Это просто зеленый шум. И все мы правы. Один зеленый шум. Зиночка, родная, ну и что? Ну и все. Слышал один зеленый шум. А завтра в дорогу, на практику. Безусыми мальчишками сидели мы за книжками. Мечтали мы работниками стать. Теперь мы все солидные, мы все мужчины видные. И хочется нам силу испытать. Прощай, Москва, прощай, Москва, далекий путь зови. Наш город покидаем мы, но в сердце оставляем мы залог своей любви. Мы жили здесь по-разному, учились разуму. Настало время встретиться с судьбой. Москва гостеприимная, любовь наша взаимная. Твой ясный свет уносим мы с тобой. Прощай, Москва, прощай, Москва. Прощай, Москва, прощай, Москва, далекий путь зови. Наш город покидаем мы, но в сердце оставляем мы залог своей любви. Прощай, Москва, прощай.